Тенеу-Йорк Тимис, США, США все больше походит на Украину, Бретт Стивенс. Тенеу-Йорк Тимис, США. 26 ноября 2019 года. Дональда Трампа следует привлечь к ответственности и отстранить от должности. Два месяца назад, когда началось расследование по импичменту, я считал по-другому. Я утверждал, что доказательств для начала уголовного преследования недостаточно. И опасался, что импичмент еще больше укрепит политические позиции Трампа, как это приключилось с Биллом Клинтоном в 1998 году. Впрочем, второй повод для беспокойства еще может воплотиться в жизнь. Но если из свидетельских показаний Мария Иванович, Мария Иванович, Билла Тейлора, Билл Тайлор, Гордона Сандлинда, Гордон Сандланд, Александра Виндмана, Александер Виндман, и особенно Фионы Хилл, Фион Элл, что и следует, так это преступные намерения президента насчет Украины. Трамп пытается слепить из США вторую Украину. А Конгрессу предстоит решить, следует ли американцам принять это как должное, или пора возмутиться. За украинской политикой я весьма пристально слежу с 1999 года, когда я стал штатным сотрудником европейского издания Wall Street Journal. Некоторые из ее отличительных черт покажутся американскому читателю знакомыми. Во-первых, это криминализация политических разногласий. За много лет до того, как Трамп накручивал своих сторонников кричалками за решетку ее. В адрес Хиллари Клинтон, бывший президент за решеткой она провела три года, выйдя на свободу лишь после Майдана 2014 года. Ключевую роль в попытках Януковича дискредитировать Тимошенко сыграл, кто бы вы думали, Пол Манафорт, Пауль Манафорт, кто же еще? Во-вторых, это злоупотребление политической властью для защиты от уголовного преследования личного и семейного обогащения. Почему так много олигархов, взять, например, основателя Бурисмо Холдингс, Бурисмо Олдингс, Николая Злочевского, имели министерские портфели. Все просто, депутатская неприкосновенность вплоть до недавнего времени не только защищала их от уголовного преследования, но и позволяла наживаться на государственной службе. Третья черта, это слияние большой политики и криминала. Процветают теории заговора, непропорционально большое влияние имеют закулисные фигуры, а каналы формальной власти отключены от реальных центров страны. Особенно ярко это проявилось в 2016 году, когда парламентский вотум недоверия правительству премьер-министра Арсений Яценюка потерпел неожиданный крах, вмешались в летельнейшие богатеи и нажали на тайные пружины. Как отметил украинский политический обозреватель Максим Арестовий, на Украине нет ни партийных линий, ни реальной дискуссии, ни идеологического противостояния, просто цинизм, корыстные интересы и краткосрочные альянсы между кликами олигархов. Четвертая черта – подковерное вмешательство России, зачастую через местных игроков. Украина – едва ли не самый крайний пример такого рода вмешательства во всем мире, соседняя Грузия на втором месте. Действуя через своих ставленников, Россия захватила значительную часть страны. Но даже до высадки в Крыму зеленых человечков в 2014 году Россия и ее агенты не останавливались ни перед чем. Так, будущего президента отравили диоксином, а украинские средства массовой информации заразили дезинформацией. Слишком часто пропаганда срабатывала, то ли потому, что жертвы внушаемые, продажны, боязливы, то ли потому, что им попросту не было никакого дела. Это же мнение в четверг высказала в своих показаниях Фиона Хилл, Фиона Илл, предупредив членов Комитета Конгресса по разведке, что они рискуют пасть жертвами политически мотивированной лжи, поскольку вброс об украинском политическом вмешательстве явно продвигает российские интересы. Однако главный потребитель и распространитель этой лжи – никто иной, как президент США, регулярный поставщик других теорий заговора. По идее, нам следует оскорбиться до глубины души. Этого не происходит, потому что наша страна переживает мрачный процесс украинизации, выдумки подаются как факты, пропаганды становятся журналистикой, политические противники, преступниками, политические должности, деловыми предприятиями, родственники, дипломатическими представителями, юридические консультанты, членами теневого кабинета. Вымогательство становится внешней политикой, подхалимаш превращается в патриотизм, сограждан оскорбляют мразью. Имеется в виду выпад Дональда Трампа в адрес главы Комитета Конгресса по разведке Адама Шифа, примечание редакции на СМИ. А заклятые враги оказываются разлученными друзьями, причем все ведут себя так, будто все это в порядке вещей. Это не просто особо тяжкое преступление, а явные очевидные угрозы нашей безопасности, нашему обществу и нравственной гигиене. К великой части простых украинцев, сражаясь с российской агрессией и борясь за лучшую власть в Киеве, они показали, что достойно мировой поддержки. И к вящему позору республиканцев, они готовы унизить наши политические стандарты до уровня недавней Украины, в то время, когда украинцы селятся подняться до нашего прежнего уровня. Единственный способ остановить это – приложить все усилия, чтобы отстранить Трампа от должности. Не нужно ждать еще год. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.